Доброе утро, мои любимые, мои дорогие! Смотрите, как я замоталась! Потому что я вчера очень сильно замерзла, пока была в магазине, и решила, что сегодня надо с собой взять побольше чего-то теплого. Если на улице будет жарко, просто, ну, сниму, знаете, снять, и это не мерзнуть, правильно? Поэтому сегодня уже у меня шарфик с собой. В 8.12 утра показываю часы на машине. Отвезла Янку в школу. Надеюсь, что ее впустили. Там какое-то сейчас у них странное вообще утро. В общем, мы к школе подъехали, столько стоит детей, и около школы стоит... У нас просто новый директор, поэтому я ее в лицо еще не видела. Незнакомые мне женщины стояли около школы. И, похоже, только по спискам всех пускали, потому что очень много было детей, и все стояли на улице. Вот, надеюсь, что Янка не будет стоять на улице до самого начала уроков, потому что уроки у нее 8.30, и я ее к 8 привезла. Она попросила пораньше, потому что она хочет еще собраться, подготовиться к уроку, пообщаться с подружками. Ну, и мне удобно. Я ее завезла, а сама сюда еду. Все, пойду открываться. Слушайте, сегодня, как вам и говорила, вчера еле уснула, а сегодня еле встала. И вот даже, наверное, вот я смотрю в камеру, видно по мне, что мне надо поспать. Но надо как-то выровнять график, и нельзя. Днем сейчас ложится спать ни в коем случае. Но сегодня целый день буду работать, поэтому 100% спать я не смогу лечь. Значит, что? Значит, лягу вовремя. Вот так. Так, я уже в магазине, открылась, все включила. Как обычно, свет пока не включаю. Но что хотела вам сказать. Звонила мне Маринка вчера вечером и говорит, ну что, Оля, тебе тут продавать будет нечего. Ну, в принципе, да. То есть она из остатков некоторых цветов. Она сделала букетики. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, шесть букетиков. И все остальное, это вон роза, гвоздика и совсем чуть-чуть хризантемы. Все. В принципе, считайте, что мы распродались. Это вот на сегодня и где-то на завтра до обеда эти цветы у меня. Потому что я думаю, что завтра в районе обеда будет свежий привоз. Ну, в принципе, кому надо букетик, букетики есть. Кому надо будет по классике розу взять, роза тоже еще есть. Поэтому нормально, нормально. Можно считать, что все как должно быть с наличием именно тех остатков, которые позволят нам спокойно доработать до привоза. На улице так пасмурно, слушайте. Так как-то серо-пасмурно. Не знаю. Но по прогнозу вроде обещают, что все-таки будет еще жара, еще тепло будет. Ну и опять же, я вот вчера вам, или позавчера я вам говорила, что я даже по траве на газонах сужу. Но еще сильно она зеленая. Она обычно, когда уже на осень все переходит, она такая становится желтая, сухая. А тут прям сочная-сочная. Как будто сейчас не сентябрь, а наоборот, май месяц. Ну, я себе заварила кофеек. Сейчас попью кофе чуть-чуть все-таки взбодрюсь, проснусь. И сяду за компьютер. Я еще не анализировала, как прошли эти дни. 31 августа, 1 сентября. Я сейчас сяду, все повожу, посчитаю, посмотрю, сделаю анализ. Сравню с прошлым годом, с предыдущими годами. Как обычно я это делаю. Я всегда это делаю, чтобы понимать, что как происходит. И если какие-то есть снижения, то пытаюсь понять, почему они произошли. Где я что-то пропустила. То есть, возможно, не тот цветок взяла или еще что-то. В общем, смотрю. Сейчас сяду, я думаю, что мне это время не займет где-то час-два. Ну, и потом. Потом к вам вернусь. Посмотрим, как сегодня будет день проходить. Ну, с учетом, что вы сейчас все на 1 сентября так сильно походили, я думаю, что сегодня должен быть спокойный день. Ну, посмотрим. Не буду загадывать. Знаю, что все будет отлично. Все будет прекрасно. Вот главное мне чуть-чуть взбодриться. Все, мои хорошие. Так, ну что, у меня полодиннадцатого. Ну, видите, чуть-чуть не подрасчитала. Говорила, мне часа два надо. Оказалось, два с половиной мне надо было, чтобы посидеть за компьютером. Все-все ввести. Все рассчитать. Все посчитать. Ну, в принципе, в принципе нормально. С учетом нынешней обстановки роста курса доллара, что, соответственно, очень сильно отразилось на ценах на цветы. Вот с учетом вот этих вот факторов, которые от меня не зависят, я считаю, что все нормально прошло. Конечно, если бы этих экономических факторов у нас не было на данный момент, возможно, было бы все намного лучше. Но окей, окей, с нынешним учетом я считаю, что все, все, все получилось так, как должно было получиться. Вот. Что вам еще рассказать? С утра пока был только один парнишка заходил. По грустному поводу ему нужна была гвоздичка. Ну, благо гвоздики у меня очень много. Эти дни ее никто не покупал. А вот сейчас как раз вот зашли за красной гвоздичкой я предложила. Ну, и сейчас буду, наверное, сделаю себе еще чайок или кофеек и пойду порисую. Сегодня я хочу расслабиться. Эти дни такие были насыщенные. Надо немножечко восстановить свои силы. И в момент, когда я рисую, я очень так наполняюсь энергетически и успокаиваюсь. Мысли у меня все постепенно уходят из головы, все там на полочке ложится, на которые нужно. Поэтому надо чуть-чуть отвлечься. Так что пока в планах у меня так проводить день. Как будет дальше, будем с вами смотреть. Ну, и буду включать камеру, что-то вам, возможно, показывать, рассказывать. Янка только что написала, что у нее закончились уроки. Она сейчас там погуляла чуть-чуть во дворе, где кофемолка, и идет ко мне. А я, слушайте, мне так плохо стало сегодня. Вообще, прямо вот не знаю, какие таблетки выпить, прямо аж не могу. На самом деле ничего страшного, не переживайте. Просто пришла женщина, одна из моих постоянных клиенток, она периодически заходит. И она пришла, и она просто встала и рыдает. Она не плакала, она рыдала. Я ее не расспрашивала, кто умер. То есть видно, что какой-то, наверное, очень близкий человек. И вот она выбирала цветы. И в итоге все-таки остановилась на красной гвоздичке, потому что там по цене, чтобы ей подходило, я еще скидочку ей сделала. И она мне столько всего сказала, так как стала мне благодарить за то, что я ей там повыбирала попышнее гвоздичку, и что я скидочку сделала. И знаете, все это со слезами, и она плачет, и мне желает всего самого хорошего. И одновременно я вижу, как ей больно. И я, видно, так это все через себя пропустила, что когда она ушла, уже где-то час назад она ушла, мне до сих пор плохо. То есть у меня такое состояние, как будто меня зажали в тиски, мне аж тяжело дышать. В общем, пытаюсь как-то прийти в себя. Сейчас вот, может, Янка придет, может, как-то чуть-чуть отвлекусь. Прям даже не знаю, вот у меня такого давно не было, да, вот так вот, чтобы просто почувствовать вот эту боль человеческую. Я уже давно, работая с людьми, я давно уже, знаете, как-то так стараюсь, да, быть вежливой, быть доброжелательной всегда к людям, независимо от того, с каким они настроением ко мне пришли. Но при этом как-то так не пропускать через себя разные вот эти энергии, да, которые они несут. Вот, и вот тут сегодня я не смогла, как-то сегодня через меня все это прошло, и очень-очень сильно. И сразу вот именно на самочувствии, на физическом самочувствии это отразилось. В общем, вот такие вот дела, вообще-то как бы день спокойный. Ну, я, кстати, подразделась уже, потому что вчера я замерзла, а сегодня мне, в принципе, уже и жарко. Вот. Ну, пока Янка придет, я тогда порисую еще. Включила себе какое-то кино, даже не знаю какое, пусть просто болбочит. Вот. Я рисую, хоть немножечко сейчас, может, мне полегче станет. Вот. А еще сегодня круассаны не работают по техническим причинам. Думала, пойти себе что-нибудь перекусить взять. Ладно, придет Янка, подумаем, что будем перекусывать. Пришла моя печалька со школы. Я уже сбегала, купила ей водички. Она пить очень сильно хотела, потому что сказала, что эта кофточка, которую мы ей купили, что ей было очень жарко. Но она как раз-таки и хорошо, что она теплая, потому что я ее планировала, что она с утра будет одевать. Утром сейчас очень холодно. А днем ты же могла ее снять, Яна, и на пояс завязать, или в рюкзак положить. Или вот у тебя тут сменная форма на физкультуру, могла и сюда положить. Не проблема. В общем, достали уже Янкины все тут дневники. Янка будет у меня сейчас делать уроки, но перед этим я ей даю денежку. Заказала в Сицилии обед нам с ней бульон, курочку и небольшую пиццу маленькую, точнее. Там совсем маленькая, там такая как смаженка по размеру. Вот, и я Янке говорю, что уже пора идти забирать, а она тут что-то ваяет. Какие-то себе тайные блокнотики делает для записи тайн. Ты уже столько их наделала, зайка, что у тебя столько тайн много. Да, вполне. Да, вполне. Сегодня напишу, что у меня было. Сегодня напишу, что было. Ну, не переживай, Яночка. Это школа всякая бывает. Все будет нормально. Давай, моя хорошая, иди тогда сходи за едой. Мы с тобой сейчас перекусим и займемся уроками. Договорились? Да, будет. Она маленькая, я же говорю, она как это, как ваша смаженка в школе. Она такая малюпаська. У нас смаженка, она в два раза меньше. А, еще меньше. Нет, в мою школьную молодость была вот такая смаженка. Так, бульон с сухариками. И что здесь? А здесь, по-моему, должна картофельное пюре быть и курочка. Да, в общем, вот такой вот у нас яный обед сегодня. Заметь, вот мы стоим, она даже не замечает. Тебе тут подарок принесли. Я рада. Это ты так рада? Я просто не люблю, когда меня снимают. А, я хотела заснять твою реакцию на камеру. А ты, в общем, Янка, когда мы ходили покупать концтовары, влюбилась в этот рюкзак. Она только о нем и думала. И Димке сегодня... Так ты нашел там у Сурганова или вдруг... Куда ты тоже? Тоже не любишь, когда тебя снимают? Слушайте. Дайте мне хоть кого-нибудь из вас заснять. В общем, Димка сегодня, вчера и сегодня искала этот рюкзак в интернет-магазинах по всему городу. Ну, в итоге... А это отклеить просто. Это чтобы не царапалось в магазине такую пленочку сюда. Отклеят. В общем, Янка очень хотела именно этот рюкзак в школу. И ей его, таки, купили. А что в рюкзаке? Посмотри. Что там? Что там в рюкзаке? Что там? Что там в рюкзаке? Пакетики. А еще что в рюкзаке? Давай, посмотри. Я не знаю тоже. Давай, что в рюкзаке? Что там? Как ничего нету. Не может такого быть. Что там в рюкзаке? Видишь, сколько карманов. В рюкзаке много карманов. Но? Пакетик с чем? Что там за пакетик? что ух ты вкусняшки да будем будешь девушка с персиками знаешь такая картина есть девушка с персиками не жмякай их а то из них сок сделаешь в общем еще и персики у нас вкусный вырастили на огороде на своем на дачном а это нектарины в пакетике не видно что это нектарины или вон и папа с ним убежал опять ты очень красивая янке говорю ну такая красивая такая зайка очень с одним рюкзаком на плечах другим рюкзаком в руках поедем домой перекладывать все все школьные в новый рюкзак то распустила волосы уже но красиво конечно с распущенными но школу яночка нельзя что я хотел сказать у нас понеделятого для в том что мы ждали нашего постоянного клиента и моего постоянного зрителя кстати вот делали букетик и сейчас можем смело смело или не смело или трусливо поедем домой спать с песнями с песнями но сначала нам надо сделать что спать покушать школе и покушать поехали ну что мои хорошие нас без 29 мы с янкой только что зашли домой переоделись янка пошла в душ и сейчас я быстро буду что-нибудь готовить кушать чтобы мы поужинали кекс так боится что мы куда-то опять уйдем на целый день что я ему положила покушать вот вечером и стоит мне отойти в комнату вот чтобы переодеться вещи разложить он бросает всю эту еду и бежит дальше за мной и не отходит только чтобы я не пропала опять поэтому приходится вот он кушает и мне приходится еще стоять рядом с ним с его миской чтобы собака могла нормально поесть вы видите как бедняжка целый день один скучал по нам вот как будто раньше один не оставался ну ничего все хорошо главное что он ничего тут такого плохого нам не сделал все у нас чистенько в общем похоже он целый день просто спал потому что все у нас в порядке этот ну вот мы хорош еще один день прошел у нас полдесятого сейчас тут с янкой сложим рюкзак и пойдем спадки пока она тут все сложит я попить дать сейчас дам бизайка я быстренько смонтирую видео мы уже все поужинали и кекс положено довольно счастливый и надо ложиться завтра 5 рано вставать завтра надо пораньше встать потому что у тебя классный час да яна да вот надо раньше не привести на классный час янке завтра опять 6 уроков у меня завтра рабочий день в общем вот так вот проходят дни пролетают практически кстати погода уже знаете такая установилась вот именно осеннее утром очень холодно в обед уже тепло а вечером просто супер комфортно вот вот прямо вот вечером надо идти гулять а не сидеть дома и и не умеет меня это рано спать но так как нам рано вставать мы все таки ляжем спать и никуда не пойдем все мои хорошие спасибо что вы со мной спасибо за ваши лайки и комментарии и я вас очень сильно люблю с вами была Оля все пока пока